Я всех приветствую на своем канале Infamity Infam и с вами Лена. Как я в прошлый раз вам и обещала, делаю вам видео с косметикой масс-маркета. Но дело в том, что у меня набралось ее огромное просто количество, что я решила, я разделю видео. Первое, которое я делаю, это будет о губных помадах, блесках и всяких продуктах для губ. Давайте приступим, потому что их тоже оказалось у меня немало. Начну я с карандашей для губ, потому что о них много говорить не надо. И первое, которое я вам покажу, это от фирмы P2, которая называется Perfect Color. Главным критерием у меня был цвет. Я хотела какой-нибудь такой нежно-розовый цвет. Очень много фирм почему-то начинают с такого более ядреного розового, мне хотелось нежного. И если честно, его очень тяжело найти, как в масс-маркете, так, кстати, и в люксовой косметике. Потому что я уже в поисках, ну, довольно долгое время. Поэтому я его и взяла. Очень такой красивый розовый цвет. Но качеством, как бы, не очень я была довольна. Он довольно мягкий, то есть он хорошо наносится, он мягкий. Но меня очень смущает такой некий привкус P2. Я знаю, что это дешевая такая марка. И если честно, то совсем, как бы, мне не понравилось. Поэтому я очень ждала, чтобы вам показать видео. И думаю, что мне все-таки полетит мусорку. Потому что для меня лично вот этот вот привкус, он перекрывает все плюсы. Следующий карандаш тоже от фирмы P2 или P2, который называется Define Your Lip Line. Вот он как выглядит. На самом деле, покупка этого карандаша была полной ошибкой. Потому что я хотела купить вот такой вот карандаш для глаз, который Perfect Eyes Illuminator. Я обычно его наношу под бровь. И очень не упрючено носить на водную линию. Он сразу открывает глаза, делает более свежими глазки. И я так подумала, что это тот же карандаш, просто в другом оттенке. И я хотела его купить маме. Пришла домой, я действительно очень торопилась, не прочитала, что это на самом деле для губ. И снова же, я думала, ладно, я его попробую для губ. Но, опять же, тот же привкус неприятный. И для меня это сразу же, как говорится, ноу-гоу. И так, все в поиске того же нежного какого-то оттенка карандаша. Я наткнулась на карандаши Maybelline. У меня это Color Sensation 132 Sweet Pink. Вот он как выглядит. И сейчас вам сделаю сводчик. Вот он. На самом деле, этот оттенок розу немножко уходит в более теплый. Я хотела в более холодный, но так как я ничего не могла найти, я все-таки его взяла. Насчет качества этого карандаша, он довольно неплохой, но, если честно, мне нравятся более мягкие карандаши. Например, вот качество от Евроше, карандаши мне нравятся больше. Поэтому, да, я им пользуюсь большим удовольствием, но если уже говорите о тех карандаше, которые я очень люблю, то на мой вкус он немножко суховатый. Он среднесуховатый, скажем так. Я приобрела несколько губных помад, а точнее будет целых три. Начну я, наверное, с тех, которые я покупала самую первую. Это фирма Lavera, натуральная косметика. И у меня это номер Lightful Rose, 15 номер. Такой очень приятный, снова же розовый цвет, довольно насыщенно розовый. Эта помада сейчас у меня на губах. Вот как это, как выглядит сам сводчик. Я ее купила еще зимой. Очень мне чего-то такого вот хотелось розового, яркого. И зимой она была очень суховатая. То есть ее было тяжело наносить. А когда ты ее сводчишь на руки, этого незаметно. Но на губах все-таки как-то она ведется по-другому. Но как только настала весна, сейчас стало пользоваться ей намного удобнее. Потому что она уже не такая сухая. Я думаю, все-таки это зависит от температуры. От того, что сейчас теплее стало. И я потом как бы очень часто использую ее с блесками. То есть сверху наношу блеск, если мне она суховатая. И тогда была просто при вас как бы неплохая. Как одна помада, она служит больше на весну, лето. И я все-таки люблю более влажный эффект. Она такого не дает. Держится она, я бы сказала, 4-5 часов. Так как эта помада для меня была немножко такая суховатая. Мне хотелось чего-нибудь более мягкого. И тоже попроще что-нибудь из натуральной косметики. То следующее, что это было, это помада от Альверди. Я ее подробно описывала в своем видео о всех продуктах Альверди. Я оставила вам ссылку где-нибудь здесь. Потому что еще раз говорить то же самое я не буду. Просто покажу вам сам цвет. Я здесь скажу, что она довольно очень мягкая, намного мягче наносится, чем помада от Альвера. И то, что в ней есть такой бальзачик внутри. Следующую помаду, которую я вам покажу, это будет вот такая вот помада от Лореаль. Честно говоря, я помаду от Лореаль никогда не покупала. У них только блеск был, когда я была еще подростка. У меня это Color Rich, это 256-й Lash Fever. Такой снова же яркий розовый цвет. Вот как она выглядит. Заделаю вам сводч. Она более светлая, чем та, которая у меня сейчас на губах. Неплохая помада. О самом качестве. На мой вкус она недостаточно наносит пигмента. То есть она довольно мягкая, но в то же время не очень мягче, чем Лавера. Я ее пользуюсь, но как-то мне бы хотелось, чтобы она была мягче. Мне бы хотелось, чтобы она была более пигментированная. То есть такое вот как-то неоднозначное у меня к ней отношение. Поэтому я думаю, что все-таки помада Лореаль не совсем для меня. Следующая помада, которую я вам покажу, меня более чем удивила, причем именно в положительном смысле. Это будет помада от Essence. В черной упаковке подчеркну. Это серия, которая долго держится. И у меня номер 13 Love Me. Она просто какого-то божественного розового цвета. Настоящая такая вот весна. Той пигментации, которой мне не хватало в помаде Лореаль, она более чем присутствует в помаде от Essence. Она очень приятная и мягко наносится. Она долго действительно держится. На мне она держится 6-7 часов. То есть такого полдня. И я действительно очень рада. Меня удивила эта помада, потому что я с фирмой Essence больше на вы. Кое-что покупала на больше для маникюра. А вот эта вот находка для меня это была уж точно. Поэтому смело могу ее вам рекомендовать. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. В конце видео, как обычно, я оставляю несколько ссылок на всевозможные мои видео на тему косметика, их покупки и обзора. Ну и говорю вам, до следующих встреч в новых видео. Всех целую. Всем пока. Это тушь. Мои ресницы делают еще гуще, более длинными. И мне очень нравится, какой эффект она создает на моих ресницах. Поэтому на данный момент это моя любимица. Спасибо за субтитры Алексею Дуброва.